Здравствуйте! В эфире Парламентский Вестник, программа о деятельности депутата Волгоградской областной думы. Как всегда, предлагаем вашему вниманию обзор событий за минувшую неделю. Сделать село привлекательным для молодых специалистов, окончивших медицинские и педагогические вузы. На это направлены новые инициативы главы российского правительства Владимира Путина, о которых он сообщил на прошедшей в Череповце межрегиональной конференции, посвященной развитию северо-западного округа. Это предложение выплачивать подъемные в размере 1 миллиона рублей молодым медикам, которые пожелают работать в сельской местности, а также заявление о необходимости реализации проекта «Учительский дом», который предусматривает не только строительство жилья для молодых педагогов, но и создание для них специальной ипотечной программы. Предлагаю предусмотреть специальную ипотеку для молодых преподавателей, учителей. С пониженной ставкой и, подчеркну, с минимально возможным первоначальным взносом, а также без ограничений по размерам оплаты труда. Ставка, вот сегодня у нас порядка 20%, а сейчас у нас 13-14% ставка, предлагается сделать эту ставку где-то в районе 8,5%. Первоначальный взнос, он сегодня 20%, предлагается не более 10%. И, я думаю, было бы очень правильно, если бы регионы, а у многих такие возможности есть, вот этот первоначальный взнос вообще взяли бы на себя. Премьер-министр обратился к федеральным ведомствам, агентству по ипотечному и жилищному кредитованию детально проработать данный вопрос. Кроме того, попросил активно присоединяться к работе и региональной власти. И уже в минувшую пятницу в Волгоградской областной думе по инициативе председателя комитета по социальной политике Ирины Гусевой состоялось расширенное рабочее совещание по обсуждению проекта «Учительский дом». Его участники, депутаты, представители администрации региона, банкиры, строители и студенты идею поддержали, но высказали пожелание скорее выработать механизм реализации проекта, на основании которого будет определен размер финансирования, что очень важно в преддверии принятия бюджета области на 2012 год. Для себя, как законодатель, я поняла, что бюджет 2012 года закладывать цифры, компенсирующие процентную ставку, 8-8,5% ипотеки, не больше, мы должны. Второе. На коммуникации газ, вода, электричество, сотовая связь или это стационарные телефоны, радиоузел. Мы должны закладывать деньги, только надо понять, в каком соотношении. Ну и услышала и для себя, что вот партия берет на себя обязательства, мы должны обязательно это выполнить. На совещании было предложено сформировать рабочую группу, которая займется разработкой механизма реализации проекта «Учительский дом». Первое заседание, как планируется, пройдет на этой неделе. На прошлой неделе на заседании Думского комитета по бюджету депутаты рассмотрели целый ряд вопросов социального характера. В том числе законопроекты о порядке предоставления жилья ветеранам Великой Отечественной войны и установлении величины прожиточного минимума для пенсионеров на следующий год. Величина прожиточного минимума для пенсионеров устанавливается один раз в год. Исходя из нее, определяется социальная доплата к пенсии. Сегодня эта величина в нашей области составляет 4788 рублей. Разумеется, на будущий год она должна повыситься с учетом роста инфляции, который по расчетам экономистов может составить 11,5%. Предлагаемый властями региона уровень прожиточного минимума для пенсионеров – 5340 рублей. Но, по мнению отдельных депутатов, для пожилых людей этого недостаточно. От того, что мы примем вот такую цифру, ну да, она чуть выше будет, чем та, которая действует по 2011 году. Но для значительной части людей, которые в тяжелой ситуации пенсионеры находятся в материальной, это вовсе не помощь и не поддержка. По словам же представителей областной администрации, новая величина прожиточного минимума для пенсионеров даже опережает инфляцию чуть ли не в два раза. И потому на фоне других регионов мы смотримся гораздо лучше. Ростовская область – 4,838, то есть меньше, чем у нас. Адыгия – 4,854. Калмыкия – 5,262. Значит, Краснодарский край богатый – 5,272, то есть меньше, чем у нас. Учитывая это, депутаты большинством голосов приняли решение вынести данный законопроект на рассмотрение областной думы в первом чтении. Еще один вопрос, рассмотренный депутатами, касался порядка предоставления жилых помещений по договору социального найма ветеранам Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам. Сегодня учетная норма жилья, позволяющая встать в очередь на улучшение жилищных условий в регионе, составляет от 9 до 14 квадратных метров. Получается, что у живущих в разных районах ветеранов войны нет равных возможностей. Поэтому было предложено установить единую учетную норму – 14 квадратных метров минимально на лиц, проживающих в изолированной квартире и 16 в коммунальной. Депутаты считают документ устранить существующую несправедливость, а потому рекомендовали его к принятию на думе в первом чтении. Мы изучили практику других субъектов федерации и во многих регионах. Это законодательно определена, это норма. Да, это прерогатива местных органов власти устанавливать норму, и она разная в разных населенных пунктах, она даже в нашей области разная в населенных пунктах. Но минимальную, я считаю, мы имеем право установить, мы это и предлагаем данным законопроектом сделать. Мы ее поднимаем, и этим самым мы, пусть небольшую группу людей, ветеранов, но, я считаю, защищаем и даем им право получить полноценное жилье. Острая нехватка мест в детских садах по-прежнему считается одной из главных проблем в регионе. Какие меры могли бы помочь ее скорейшему разрешению? Этот вопрос в минувший четверг обсуждался участниками «Круглого стола», организованного по инициативе вице-спикера областной думы Николая Чувальского. На сегодня властями города Волгограда, где очередь в детские сады составляет 30 тысяч человек, разработана концепция долгосрочной целевой программы по выходу из создавшейся ситуации. Чиновники считают, что решить проблему удастся не сразу, а постепенно, к 2018 году. По мнению областных депутатов, путь строительства новых дошкольных учреждений и капитального ремонта старых необходимый, но долгий. За это время успеют вырасти и нынешние дети. Кроме того, если не с кем ребенка оставить, приходится нанимать няню, что очень накладно, особенно для матерей-одиночек. Поэтому парламентарий предлагает компенсировать деньгами отсутствие мест в детском саду хотя бы неполным семьям, число которых в регионе составляет более 7,5 тысяч. Требуется принять срочно закон о компенсационных мерах для той категории, которая не могла устроиться в ближайшие год-два-три. Я думаю, это правильное решение. И я убежден, что такими действиями мы даже морально будем более готовы для того, чтобы принимать ряд конструктивных законов по решению этой проблемы, как делается в ряде регионов. Уже подготовлены два законопроекта о ежемесячных компенсационных выплатах неполным семьям на детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, нуждающихся в устройстве в дошкольные образовательные учреждения. По большому счету они различаются размером суммы – 2 и 4,5 тысячи рублей. Однако пока ни один из вариантов не принят, в отличие от других регионов. Вот, пожалуйста, город Липецк, который тоже приняли соответствующий закон и программу развития дошкольного образования и предоставляют субсидии на возмещение затрат лицам, осуществляющим воспитание детей в возрасте от 3 до 6 лет и так далее. Я к чему? Всякие варианты присутствуют, но люди двигаются. Депутаты считают, наша область не должна отставать от других регионов в этом вопросе, а потому намерены вынести свой законопроект на рассмотрение Думы. Будет вынесено заседание Думы, регламент это позволяет, и мы должны обсуждать его, потому что ситуация, я еще раз повторяю, она критическая, и мы не хотим, я не хочу видеть, вот сегодня звучал мой заженский район, что самая большая очередь составляет именно за 6 тысяч детей в заженском районе. Я просто буду настаивать и делать все возможное, чтобы данный закон был принят. На заседание было принято решение также провести парламентский час по вопросу введения компенсационных выплат семьям, чьи дети не могут посещать детские сады. В минувшую среду к депутатам Думской фракции КПРФ обратились представители ансамбля «Казачья воля», попросившие разобраться в творческом конфликте, возникшем у них после объединения с коллективом «Казачий курень» в ансамбле российского казачества. Артисты посетовали, что их 20-летние наработки могут быть утрачены, так как не используются в творческом процессе. Также, по их словам, не учитываются интересы коллектива. Наши обязательства ансамбля «Казачья воля» не интересуют никого. То, что мы потеряли связи, мы свой имидж не поддержали, мы никогда не нарушали свое слово, никогда не подводили людей с концертами. Представители же областного комитета по культуре заверили, что цель объединения – создать условия и возможности для сохранения и развития традиционной казачьей культуры. А в данном случае – обычный творческий спор, который также, как и вопросы по условиям труда и зарплаты, будет решен на встрече с коллективом. В ближайшее время уже запланировано встреча с коллективом, рассмотрение репертуарной политики. Коли такая ситуация и коллектив не смог своими силами ее разрешить, безусловно, конечно же, будет рассмотрение этого, при необходимости корректировка и решение вопросов. Однако депутаты-коммунисты посчитали необходимым вмешаться в конфликт, который уже стал известен общественности. Фракция будет делать депутатский запрос на имя губернатора городской области. Мы будем просить проведения расширенного Совета Думы с приглашением конфликтующих сторон. Также мы поддержали просьбу заявителя о том, что необходимо провести расследование, вообще процедуры этого реорганизации и процедуры трат финансовых средств. Депутаты намерены следить за развитием ситуации, а также обсудить предложение по созданию Центра казачьей культуры, куда бы входили разные коллективы, сохраняя свою самобытность. На прошлой неделе на заседании Комитета по строительству депутаты рассмотрели проект закона об ограничении роста тарифов на коммунальные услуги для населения области. Его цель – установить порядок компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, оказывающих коммунальные услуги при установлении льготных тарифов. Как считают депутаты, документ поможет без проблем входить в отопительный сезон, а также позволит выявлять причины появления на местах долгов запотребленное тепло. Впервые сегодня региональная служба по тарифу, в общем-то, под нашим влиянием, наверное, потому что мы неоднократно об этом говорили, собирались очень много комиссионов, вносит закон, где разрабатывается уже законодательно, и эти выпадающие доходы, затраты, которые у нас есть у муниципальных образований, они учитываются в этом законе. То есть мы уже должны вкладывать в бюджет Волгоградской областной думы в будущем году, и вот эти вот дебаты, которые сегодня, платить муниципальным образованием с регионального бюджета, не платить, приглашаем специалистов, каждый раз собираем сборы по этим вопросам, пытаемся обвинить муниципалитеты в неэффективной работе, постоянно собираем комиссии. Я думаю, что сегодня будет разработано именно этим законом правила игры, где будет четко расписано, действительно, что является выпадающими доходами, какие муниципальные образования подпадают под эти выпадающие доходы, и мы спокойно уже, закладывая их в бюджете в будущем году, в 2011-2012 году, мы уже спокойно будем выходить на отопительный сезон. Для совершенствования документа, задача которого сделать прозрачной системой регулирования тарифов и выявлять причины образования убытков, было предложено создать рабочую группу. Ее первое заседание состоится уже на этой неделе в среду. На этом наша программа завершена. Мы благодарим всех за внимание. О новых событиях, связанных с деятельностью депутата Волгоградской областной думы, мы расскажем в следующем выпуске парламентского вестника. Увидимся через неделю. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова